Приближается праздник Крещения. Многие православные верующие в этот день захотят искупаться в проруби. Сегодня у нас в гостях инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу Владислав Кшукин. И мы поговорим о том, как принять участие в этом мероприятии без вреда для своего здоровья. Здравствуйте, Владислав. Здравствуйте, Дмитрий. У нас в муниципалитете будут оборудованы 8 мест для купания. Все они будут оснащены пунктами обогрева, раздевалками и горячим чаем. Будут дежурить медики и спасатели. Как каждому человеку, кто захочет нырнуть, подготовить себя к этому, чтобы все прошло безопасно? Во-первых, сейчас время неспокойное, очень много болезней ходит. Поэтому, если есть какие-то противопоказания, не рекомендуется лишний раз рисковать своим здоровьем и воздержаться в этом году от купания. Если все-таки человек решился, то необходимо, прежде чем залезть в прорубь, разогреться очень хорошо, то есть гимнастику какую-нибудь сделать и залезть в прорубь. Находиться в проруби рекомендуется не более одной минуты. А чего нельзя делать ни в коем случае? Ни в коем случае нельзя осуществлять купание без присутствия спасательных служб и медицинских работников. Также запрещается купание в стадии алкогольного опьянения и распитие спиртных напитков на территории купеля. Запрещается купание детей без присмотра взрослых. Также запрещается ныряние в прорубь со льда и ныряние головой вперед. Спускаться в прорубь только по предусмотренной лестнице. И запрещено купание людей более трех человек. А что нужно сделать сразу после того, как человек вышел из воды? Выйдя из воды, обязательно человеку нужно насухо вытереться полотенцем, разогреться и обязательно надеть сухую одежду. И выпить горячий чай обязательно. Большое спасибо за эту информацию. Будем надеяться, что все пройдет без происшествий. А я напомню, что у нас в гостях был инспектор надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу Владислав Кшукин.